Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Очень рада, что к нам приехали с супругой, с изумительной Майиной Захаровой. Расскажите нам свои впечатления про Гороховец, про Гороховецкие пленеры. Что-то понравилось? Ну, в Гороховце я практически первый раз. Я был очень давно и проездом, поэтому, по сути дела, его не видел. И сейчас, ну, хоть и город весь находится в лесах, все это в реставрации, но скоро он откроется в таком виде, что просто глаз радует. Это потрясающий город с удивительным ландшафтным таким своим лицом, потому что редко увидишь, чтобы еще природа, которая создала такие вот горы, вот, и вместе с храмами. То есть, великолепно, впечатление отличное. С лития природы и человека, да, точно. Вот, место очень красивое. И я думаю, что те пленеры, которые сейчас, вот, вы дали старт этим пленэрам, чтобы был определенный статус у этих пленеров, конечно, он сейчас, он уже есть, он заявлен, поддержка Зураба Константиновича, очень, ну, и чтобы в дальнейшем она продолжалась. Я думаю, что это и будет продолжаться. То есть, мы с удовольствием будем сюда приезжать, работать, писать. Спасибо. Есть еще одна точка на карте земного шара, которая для вас интересна. Потому что сейчас пленеры организуются везде, вот, ну, практически такая, ну, повсеместно. То есть, очень много, эта практика такая пришла к нам с Европы, потому что это, у нас раньше такого и не было. У нас были в основном домотворчество, академическая дача, там, Челюскинская, дача Кордовского для скульпторов. То есть, и сейчас, как бы, вот, эти, эти дачи переживают определенный такой кризис. То есть, туда мало кто ездит, видимо, время то ли другое. Пришло время другого, вот, время пленеров, вот таких, где симпозиум, пленеры, как угодно их можно называть. То есть, где художники приезжали, встречались, знакомились, общались, вот, делились какими-то впечатлениями, работали вместе. И это очень хорошая практика. — Спасибо большое. — Да, вы. — А как вы считаете, ну, вообще в контексте, скажем так, мирового искусства, конечно, может быть, это громко сказано, но хотя бы российского, может быть, реалистического искусства, вот как вы считаете, для этой ниши, вот такие пленеры, они развивающие вообще, скажем так, действуют, или как-то более там, вот как вы видите, например, да, вот этот вопрос? — Ну, я очень много, я, опять же, повторяюсь, посетил много пленеров в Европе, вот когда я как-то начал читать, только в одной Польше я был 14 раз на пленеров, да, это и Франция раз в 6, там и Италия, и Греция 8 или 9 раз, то есть это вот, ну, как бы, и сейчас вот эти вот, тогда было очень тоже интересно, сейчас просто Европа, ну, как бы меньше, ну, не знаю, то ли из-за кризиса какого-то, то ли мы стали меньше туда ездить, все больше вот сейчас вот последние там несколько лет в основном это Азия, это Китай, то есть Китай активно к нам повернулся лицом, и мы это ощущаем, у них большой интерес к русскому искусству, именно к той жипсе, которую мы, как бы, пропагандируем и несем, да, то есть они создают все условия для художников, мы приезжаем туда на эти пленеры в Китай, с удовольствием работаем, вот, а что здесь, здесь это здорово, потому что, по сути дела, то, что мы делаем, вот, то, что вы делаете, и мы, мы, вот, небольшой город, да, Гороховец, да, я думаю, что вот, когда это будет ежегодно, какие-то вот эти пленеры сформируются, сформируются, да, ну, да, третий по счету, сформируется уже какая-то коллекция художников, хороших художников, имеется в виду, чтобы это были такие уже имена, чтобы была галерея, чтобы не только, не только, вот, скажем, такие, вот, скажем, сказочные тематики, в Гороховец приезжали люди смотреть, как Царь Горох, там, и всевозможные такие, вот, да, вот, ну, это практически в каждом городе есть своя какая-то изюминка, вот, в Гороховце Царь Горох, где-то там музей Мышки, там, Мышкини, там, вот, где-то есть своя вот эта изюминка, это здорово, ну, и плюс, чтобы была какая-то картинная галерея, которая, в принципе, будет функционировать для туристов, и я думаю, что она будет пользоваться великой, большой популярностью. Ну, знаете, еще хочется отметить, что вот именно пленеров много, но они под разные гиды проходят. Вот есть пленеры, они, в общем-то, частного характера, да, люди создают коллекцию, это какая-то частная инициатива и так далее, а есть все-таки под гиды государства, и это вот все-таки разный уровень и разная, скажем, ну, в определенном смысле высота. И вот я горжусь тем, что вот в Гороховецких пленерах именно есть и взята эта высота, и по итогам этих пленеров создается картинная галерея, где вот и будут выставляться подаренные художниками безвозмездно работы в дар. Это дорогого стоит, это совершенно может сделать не каждый художник. И, естественно, это работа на поколение, на будущее нашей страны. Тут нельзя, скажем, принижать эту планку, потому что город Гороховец, он вообще, скажем так, одна из его путей, один из его путей развития – это туризм. Поэтому я думаю, что у нас тут и люди из Владивостока, и себе, и из Калининграда, и, в общем, короче говоря, он многим интересен. И вот, подходя поближе к теме картины галереи, я бы хотела, чтобы нас познакомили с полотном, которое вы отдаёте. Да, ну, в данный момент, как бы, это не Гороховецкий мотив, да, но это Владимирская земля, это работа написана в Суздале, вот, много раз экспонировалась на крупных выставках, в том числе и в Томбр Суздале была персональная выставка у меня в 2012 году. И эта работа, она напечатана в моём альбоме, вот, то есть, издан альбом, ну, такой, да, с работами. И эта работа, она напечатана в этой книжке. То есть, вот, можно. Эту книгу, конечно, мы тоже передаём в музей. Думаю, в дальнейшем, когда будем уже работать на пленэре, будут работы и с видами Гороховца, ну, пока вот, вот, Владимирская земля. Мы берём у вас у первого интервью, поэтому, скажем так, вот у нас такая задача. Ну, почему именно эта работа? Ну, опять же, повторюсь, что это именно Владимирская земля. То есть, мы находимся на Владимирской земле, хоть на самой окраине её, ближе к Нижнему Новгороду, да, тем не менее, это Владимир. Я думаю, что коллекция, да, будет более многограмм, не только, да, 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 конечно, 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 конечно. Но, опять же, с другой стороны, интересно именно создать некую эксклюзивную коллекцию, которая, вот, не будет претендентов, скажем так, в России. Поэтому, ну, конечно, некими такими иллюзорными рамками является Владимирская область. Конечно, ну, хотя бы, хотя бы, да, вот, ну, да, это здорово. Ну, и, конечно, когда художники будут приезжать, оставлять свои работы, как-то передавать в дар, я такую практику всегда имею. То есть, если я делаю какие-то персональные выставки в крупных музеях нашей страны, то, если у музея нет возможности закупить хотя бы за какую-то символическую стоимость, ну, я всегда дарю картину, то есть это нормально. То есть, и тем самым, ну, что после нас остается? Вот, это музейные коллекции, где в одном музее, я помню, мне звонит товарищ в Белгороде, и она висит в постоянной экспозиции. То есть, это тоже здорово, когда прям в постоянной экспозиции вот висит картина. Ты уже уехал, а с другой стороны ты остался. Да, да, да. Вот, и еще хотелось бы от вас услышать профессиональный совет для художников, может быть, или даже, знаете, более, даже, может быть, по-другому скажу. В чем вы считаете успешность Полинера, что для этого надо, вот, лично для вас, вот, чтобы он состоялся, чтобы вы чувствовали, что он реализован, вы были довольны собой и своими работами, что надо для этого? От вас и от организаторов. Нет, прежде всего это то, что писать. То есть, вот я как живописец, важно, чтобы были красивые места. Это очень важно. Условия бывают разные, потому как я вот путешествую по своим вот разным северам, это и Беломорье, и Республика Коми, там бывают достаточно очень такие, вот, правильно сказали, спартанские условия, но там красота. Вот, то есть, и это все как бы, ну, оно по-другому воспринимаешь эти вещи, да. Когда есть что писать, то, конечно, если бы и условия, и все совпадало, это было бы вообще здорово. Ну, да, и как бы, и какое-то питание там, и тем более для художников это важно тоже, чтобы они там, да, да, да. Ну, то есть, потому что, когда там приезжаешь, начинаешь что-то готовить, еще чего-то, ну, просто не хватает времени, да, на все это, да. Поэтому очень важно вот условия для проживания, достаточно комфортные, чтобы были, потому что, чтобы не было вот этого, ну, проблем, чтобы ты отдохнул и спокойно работал. Ну, и, конечно, природа и погода, вот, а с погодой, конечно, не договоришься, но, тем не менее, вот сейчас великолепная погода, вот и в Горховце, и, ну, повезло, вот, в общем, ребятам, которые сейчас работают, да. А еще вот такую деталь, может быть, какую-то вашу именно найденную многолетним опытом, потому что вы заядлый пленершик, и просто, скажем так, ваша даже часть творчества построена именно на пленерной практике, именно фиксация вот 7-минутного момента, вот это дыхание, пульс времени чувствуется в картинах, и живость, и вот эти мазки, и, в общем, ну, картина, говорят, лучше, чем люди за себя, вот, поэтому, может быть, какой-то такой найденный, интересный какой-то для вас момент, вот, который вы для себя, именно, вот, может быть, какие-то или материалы, или, там, вот именно какой-то классический совет, работа на пленере. Ну, не знаю, не скажу, что какие-то могут быть советы или краски, да. Что вот вы читаете вашим особенным таким, ну, фирменным, может быть, каким-то таким рецептом. Вот. Помимо всего, что... Тут важный момент, вот, чтобы для работы на пленере, потому что все равно, вот, я много езжу, действительно, в пленере, я практически не работаю в мастерской, это, ну, за исключением каких-то там чисто подготовительных материалов а так в основном это все равно все работы которые даже здесь напечатаны это все написано с натуры от начала до конца с натуры да 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 и мороз солнце и вот хуже всего это насекомые если честно мороз мороз совершенно не пугает пишем при большой теме то есть низкой температуре и 25 и 20 там 30 градусов то есть спокойно работаем вот последняя поездка мы вот весь месяц температура не повышалась 25 градусов поэтому ночью делать вот приехали и уехали 20 минус 25 вот в республике коми поэтому спокойно работали вот весь весь месяц при минус 25 на и написали в серию больших хороших картин в общем то таких вот и ну да 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 берешь максимальное количество красок до амуниции да это вообще как бы он последний раз я взял 160 тюбиков белила не хватило то есть это вот такие уже коров много то есть все подготовка вот с насекомыми конечно и люди ну хуже чем как бы вот где-нибудь например в китае писать это просто там если теперь если ты пишешь что там сзади тебя уже зрительный зал в колесе там человек тридцати уже стоит да отвлекают 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 но вставали мы в любые места даже самом центре там и париж и везде писали если есть мотив почему бы нет вставали писали а может быть если так на вскидку какой-то интересный случай на пленэрии может казус какой-то забавный какой-нибудь такой который у вас есть огромная такая практика пленэрную я представляю что на каждом пленэрии каждый пленэр по сути приключения каждый пленэр это в определенном смысле охота для художника то что ты ищешь мотив ты потом преодолеваешь себя условия ты должен шедевр это есть твой приз и награда который ты вынесешь вот скажем так ну вот где-то я бы с родни может быть аху охоте да охотник идет на охоту вот а у вас вот какие-то вот интересные такие вот особенные может быть час что-то придет но не знаю но просто вот максимальная самый большой холст которая написала прямо с натуры и в один присест скажем так в один раз это метр на полтора вот и она она кстати эта работа сейчас находится в экспозиции костромского художественного музея вот это было на севере да это не кострома это север это сам мол такая вот работа с на переднем плане лошадь с роднина какая-то ассоциация с левитановским мартом вот то есть такая вот солнце лошадь и помню мы стояли писали с товарищем с моим и мы мы поймем хану привязали лошадь все нормально вот и вот писал из холста за четыре часа я его написал вот и ушло вот потом посчитала в отжатые тюбики белил 28 тюбиков белил в это в этот холст было только белил и довезли до сколачивались везли то есть ну и причем да вот причем эта работа дописана где-то ну 20 градусов было минус 20 то есть это вот такая вот хуже даже жара то есть вот для живописца мне кажется когда вот работаешь на природе вот особенно когда очень жарко тяжело тяжело где-то где-то ищешь какую-нибудь тенечек и прочее а мороз это нормально и комаров нет это вот вот она ужасно выглядит кто бы еще уже я вот не уже ужасно выгляжу а ты в такую жару приехал только сколько километров вы ехали 320 что ли я про то и говорю ну почти нет до москвы также и давид до москвы сколько здесь также одинаково просто мой 30 ну она до костромы 320 просто мы там ехали там через ковров потом идешь на я куда там на иваново вас иваново на наш я не думаю что что у вас меньше истры но все равно тоже вятская хотим взять я нет когда вятка такие натюрморты вы увидели такая красота такую красоту пишет это вообще я помню это московская художница я еще не знала вас да не знала вообще захаровых там все я помню первое мое знакомство с вами не с вами а с вами ни одна московская очень такая уже в возрасте художница очень хорошая кстати татьяна иванова может знаете слышали нет но у меня сейчас уехала в крым уже давно и это самое и она мне бы как-то приносит книгу издавали сейчас издают это искусство 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 там да ну да современное искусство указывает вероника посмотри какие натюрморты ты смотрю моим захарова вот так художники оценивают да 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 и она мне посмотри какие натюрморты и обсе застава разглядывать боже вот это все выписывала на вот это вот все страдала там подбирала там страданиями этот творческие размышлениями в прямом смысле удовольствие нет безусловно мы естественно получаем это время за творческие такие вот страдания которые абсолютно вам счастье принес ну все равно же не все сразу дают не бывает так бы так бы можно было вообще просто делать бывает все равно у меня бывают длинные длинные истории откладываешь год проходит потом возвращаешься ну и не знаю как то так и нету не ровне работы есть вообще там по несколько лет к ним настроение во первых ну и не знаю я конечно может тоже и слишком избалована в плане то что я считаю что очень осень я пришла с опытом к этому хотя потом когда читаешь оказывается что так и было так и писали например да это вещагин опять же в чем искусствоведы все удивлены что он уже писал свою индию там и так далее так далее по этюдам но писал зимой и вот они в восторге как ему передалось удалось передать вот это солнце это жар и так далее так далее потому что это действительно в холодном пространстве когда ты пишешь летний натюрмот лучше не дописывать потому что абсолютно все будет другой даже в солнечный день ну я не знаю вот я то тонкости эти для меня вот очень как бы важны это да и тогда чернобыль и отлично писать дописывать часто летний на тюрьму на воду когда вот именно не осень а зима холод холод и ты вот эти плетни достаешь как лето все равно возвращаться вот в то состояние это и нашу талант это все рыба это приятно это нашу талант это вот вообще вот кому-то да ну да сиюминутное выразить себя сейчас здесь и саккумулировать и бабахнуть так что потом ничего не надо не дописывать не доделать все 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 сказано ничего не сделаешь все вот и наоборот я как раз такой художник да да а кому-то но я вот на мой характер больше даже ближе вот такая экспрессивность я себя постоянно переделываю и где-то даже ломаю потому что как бы да я считаю что я хочу от себя сделанности просто мне нравится сделанность вот хотя мне многие товарищи наши по церкви говорят зачем ты себя коверкаешь вот ну а знаете это опять же мы все равно не знаю все не все мы находимся под влиянием определенного общества до общества ближе еще берем семью еще точнее муза муза муж супруг вот например вот супруг любит это самое и насколько вот он для меня в авторитете понимаете что даже вот я как художник как личность абсолютно независимые так далее вот прислушиваешься и попадаешь ну и мне просто самой нравится в принципе я тут некой душой мне самой нравится хотя тот же верещагин конечно тут тоже можно о нем поговорить и плохое хорошие на самом деле сказать хотя нет ну как по-другому все равно же укажу каждый художник чем он интересен когда есть свой какой-то стиль узнаваемый да то есть по сути дела это это если у тебя есть ну да конечно не каждому дается прописано просто-напросто прописано все это было переменка а теперь к истории мы не записывали да все записывали ну так и чего тогда это ладно история то ну это не важно нам очень понравился вот этот респект он такая женский мы когда сыр покупали она все нам рассказала именно матушка и сестра сестра молодая там и сыр знаю я просто извинилась за нынешний вид извините не горы не ставлю а столу первое недавно у них умерла умерла одна сестра 80 чем-то аскал да пензал как-то 20 лет всего там устареза получается ну то то есть а вот он возрожден возрожденному имеется в виду вот 20 что только не было да ну это нам возрождены конечно ну не важно сейчас там так хорошо прям душевно но они очень много они просто очень много трудятся конечно просто за у них сложная земля растет это от коров на лоз потому что не растет там песок ну с углинок там и вообще как бы болотина еще и затапливают периодически ну потому что там низко низкая она про макаревс когда вот это я и единственно как бы случай когда я писал при минус 40 градусов то есть это была ситуация когда вот ну без она была безвыходная потому что мы уже приехали разместились там как бы в гостинице и и сначала было тепло достаточно там 0 0 там минус 5 градусов потом на следующий день минус 20 на следующий день минус 30 а через там день получается минус 40 ну а чего раз приехали чё ж в гостинице сидеть что ли чай пить вот и я взял холст и пошел там на берег реки потрясающий монастырь на горе стоял и и значит вот стоял с этим холстом весь город прям как вымер то есть школы не работают конечно там макарев север костромской области то есть это такой небольшой город но с очень красивой историей вот это монастырь на горе там внизу река течет он же да очень очень да да и вот я стоял внизу как раз где река замерзшая на горе монастырь но ты пишу этот холст и проезжает мимо тракторист даже не глушит этот трактор потому что потом его не заведешь минус 40 градусов он остановился трактор работы какие-то дрова вез подходит ко мне посмотрел на меня на холст и горит и наверное офигенный любитель с этими словами взял уехал по другому любитель поэтому когда ситуации много разных на примерах просто и не вспоминаешь и в европе куча было бывать всяких ситуаций ну как бы не считаю сейчас как бы там все это рассказывать но тем не менее тем не менее все это ситуации ситуации разные бывают и казусов разных когда приезжаешь начинаешь писать там эту лодку лодку заводится нового уплывает не не с этим мотивом кстати на этот мотив я тоже писала и другой я пишу церковь и вижу что-то происходит как бы что мы могу понять то что сосредоточена на работе и потом я вижу лазит люди по церкви и они перекрашивают моменту окончания она будет у меня закончена у них перекраска ну да да я как-то осенью тоже к осенью как-то вы тоже под нерех под нерех ты не тоже полка с рамской области там мы долго смотрел мотив очень мне понравился мотив это дождь начнется то еще как-то да там такая капуста сзади такой лес тут сарай вот через эту передний план через капусту такую уже осень осенью такую да такую мокрую красивую да и наконец-то и формат под посмотрел все приехал начал ее писать буквально полчаса пишу приехал машинам уже с бабу с женщиной взяли срубили капусту прям при мне вот она росла росла и прям срубили пока я вот ее только начал хорошо ее почти написал я бы подождите они ведомы не местным уже уезжаем тут мы проездом за полчаса быстро срубили уехали мотив вынашивал там почти целых две недели вот так бывает ситуация все более тем более вот наше время насколько все вот приезжаешь на север смотришь что баня сгорела то мост разрушился то еще что-то каждый год меняется да 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 именно так мечтал нету мостика нету баньки нарушился весь ряд воткнули какой-нибудь там профнастилом обилиза повесили повесили антенну спутниковую на прямо на на окно и все все изменилось и да 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 вставили пластикового и и Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня у нас такое почти закрытое совещание, посвященное подготовке 850-летию, но достаточно знаменательное событие, которое проводится у нас в рамках подготовки и празднования 850-летия. Это проведение проекта «Горховецкие пленеры». И сегодня у нас в гостях на совещании присутствует инициатор этого достаточно значимого для нас проекта «Горховецкие пленеры». По странному стечению обстоятельств, мы однофамильцы, Глубила Маслова Вероника Сергеевна. Ну и виновник сегодняшнего торжества, я, наверное, всех регалий его не смогу сказать, но хотел бы сказать, что заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской Академии художеств, звезда художественного мира Российской Федерации, восходящая звезда мирового уровня Андрей Захаров. АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда, поскольку у нас совещание, снимайте только эту часть, вторую часть мы уже проводим без реконструкции. Поэтому, Андрей, Вам слово, ну, а в завершение я покажу. Ну, я очень... А, извиняюсь, виноват, виноват. В его несоромненной сутки. Виноват. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я всегда присутствовал сегодня в Браховце и на этом пленере, который организовала инвестиция, даже, спасибо, инвестиция, и в рамках нашего такого мероприятия будет посознано калерея, в Браховце, где будут представлены, я надеюсь, самые выдающиеся художники нашего, которые будут приезжать в Браховец, писать, создавать структуры, графику. И сегодня я хотел бы безвозмездно передать одну из своих картин в эту галерею. Владимирская земля. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это Владимирская земля, вот здесь вот акт передачи этого, эта работа находится в моем альбоме. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все? Нет, нет, подождите. Теперь ответное слово от администрации Граховецкого района. Андрей, мы хотели бы вас поблагодарить, в первую очередь, за то, что вы не побрезговали прибыли на благословенную Граховецкую землю. Раз приняли активное участие в значимом проекте не только для Граховецкого района, но я считаю, что и в дальнейшем развитие его позволит говорить о том, что значимым для всей Российской Федерации. И мы постепенно, я думаю, выйдем и на международный уровень. Поэтому просим принять от нас благодарственное письмо за ваше участие в Граховецком. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вас уже в кабинете тренировал, поэтому смело можете говорить. Служу Граховцу. Ну и вы сегодня, как было сказано, вы заслуженный художник Российской Федерации. Но вот мы в знак благодарности. Это первая картина, я вот, все знают, мы, как правило, показываем то, что нам передают в дар. Но это первая картина вашего уровня, уровня заслуженного художника Российской Федерации. Поэтому мы в знак благодарности призываем вам звание народных художников Граховецкого района. И награждаем орденом. Друзья, супруга также... Супруга также принимала активное участие, позволила мужу приехать, проконтролировала, что он именно приехал на пленэры, именно приехал к нам, а никуда не путь. Поэтому, спасибо за доверие. Я их тоже контролирую. Спасибо огромное. Спасибо большое. Вы картину можете оставлять. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, конечно. Спасибо.